«Нас как спортсменов, я доказал, что я лучше, но как звезда он гораздо ярче, чем я. Не знаю, как сейчас, но до боя точно», — рассказал Нурмагомедов. Кстати, примерно такие же слова мы уже слышали на пресс-конференции сразу же после окончания поединка Хабиба и Конора. И в недавнем интервью Хабиб снова подчеркнул значимость МакГрегора. Он продолжает. «Также в успехе турнира сыграло роль противостояние между представителями разных стран. Помните мое заявление? Ирландцев всего 6 миллионов, а нас, россиян, 150 миллионов», — рассказал Хабиб Нурмагомедов. А также он считает, что начал и закончил бой с МакГрегором как мужчина. «После боя я показал Конору, что все сделанное им до нашей схватки не останется без ответа», — заявил Нурмагомедов. Напомню, друзья, что 10 декабря в Лас-Вегасе состоится очередное заседание атлетической комиссии штата Невада, на котором должны присутствовать команды Хабиба и Конора и сами бойцы. Что касается следующего соперника Нурмагомедова, пока не ясно, кто им станет. Разговоры сейчас ведутся о Мэй Везере, Сен-Пьере и Тони Фергюсоне. Сразу отмечу слова друга Хабиба и капитана команды зала АКа Даниэля Кармье, который советует подраться ему с Джорджем Сен-Пьером. Он сказал, цитата, Сейчас же СП выступает в полусреднем весе, что подходит Хабибу. Бой с этим канадцем выглядит более перспективно, нежели с легковесом Тони Фергюсоном. Но в UFC считают по-другому и заявили, что не планируют проводить бой Нурмагомедова с Сен-Пьером. В таком случае, друзья, это может означать лишь одно, что Хабиб будет защищать пояс против Тони Фергюсона. Кстати, если по справедливости, то этот поединок самый правильный, и Фергюсон заслужил, и вряд ли кто-то с этим поспорит. Продолжаем тему Даниэля Кармье, которому уже завтра предстоит поединок с Льюисом. За титул чемпиона в тяжелом весе, это до 120 килограмм, покажут турнир каналы Матч ТВ и Боец примерно в 7 утра по московскому времени. Так вот, в преддверии встречи Нурмагомедов поддержал своего друга и сделал это привычно у себя в Инстаграм. «Я знаю тебя долгое время», — пишет Хабиб, «и ты настоящий капитан нашей команды Ака. Ты чемпион и в октагоне за его пределами», — написал Хабиб. Если заглянуть чуть дальше завтрашнего боя Кармье с Льюисом, то там уже виден возможный поединок с Джоном Джонсом, который, кстати, не сильно этого хочет. Он говорит, цитата, «Кармье сказал, что сможет спуститься в полутяжелый вес в определенный момент и защитить свой пояс. Защитить пояс, который никогда не был его? Я не понимаю, как это устроено. Если Кармье хочет спуститься в полутяжи, то может встретиться с одним из претендентов, потому что нет причин ему давать титульный поединок. Он ушел в нокаут в последнем нашем бою. Я мог бы встретиться с Кармье в тяжелом весе, но я не вижу, что мне можно было бы этим доказать. «Я побил его дважды. Бой с ним в тяжелом весе — это одолжение. Мне нечего доказывать в бою с Кармье», — рассказал Джон Джонс. Пока это все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокол, чтобы смотреть выпуски первыми. Также, кто помнит канал Айба Файт, он вернулся. Для тех, кто следит за его новостями, ссылка будет в описании. Давайте поддержим нашего товарища.